Воспредствует информационная служба Вектор ТВ в студии Юлия Рубцова. Сегодня в выпуске. Маневрирование на боевой машине водители подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Витебской области продемонстрировали свое мастерство в Новополоцке. В Дворце детей и молодежи Новополоцка состоялся финал конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют». Тайны музейной жизни приоткрыты. В Новополоцке отметили Международный день музеев. Сейчас об этом и не только расскажем более подробно. Боевое маневрирование продемонстрировали спасатели. Новополоцк стал площадкой для конкурса профессионального мастерства среди водителей, органов и подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Витебской области. Лучшим быть непросто, но возможно. И доказать это в Новополоцк приехали водители всех подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Витебской области. 25 участников поочередно выезжают на полосу препятствий. Лабиринт, коридор, колея, змейка. На этом огромном автомобиле им необходимо продемонстрировать небывалое водительское мастерство. Счет идет на секунды. Водители наших подразделений показывают мастерство вождения на боевой технике, которая повседневно выезжает на пожары, стоит на боевом дежурстве. И здесь им надо в кратчайшее время пройти все этапы, элементы данной полосы, не без задевания, без нарушений, за которые даются штрафные баллы. За 12 лет службы Сергей Лисович с пожарным автомобилем не просто на «ты». Пять раз подряд сотрудник ПАСУ-1 становился лучше водителем подразделения МЧС Витебской области. Помогал уже областной команде становиться призером в республиканских соревнованиях. Но это лишь конкурс. Главное на боевом задании сработать четко и выиграть порой решающие секунды. Понимаю, что несешь ответственность за технику, за личный состав, когда едешь к месту следования ЧАЭС. Все эти соревнования только помогают. Все приходит с опытом. Вместе с фигурным вождением участники сдавали и теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. В итоге лучшим водителем подразделения МЧС Витебщины вновь стал новополочанин Сергей Лисович. В составе областной команды он отправится уже на республиканский этап соревнований, который пройдет в августе в Витебске. Александр Качан, Сергей Пальцев, Вектор ТВ Полоцкий госуниверситет встречает свой 49-й день рождения. Кульминацией торжества стало вручение специальной премии Крыницы Веду. Десять хрустальных статуэток унесли с собой лучшие из лучших. Те, кто развивает и прославляет Полоцкую Альма-Матер. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. Вместо студенческой аудитории – красная ковровая дорожка. Вручение специальной премии Крыницы Веду – вот уже в девятый раз кульминация праздничного марафона по случаю Дня университета. Но, несмотря на это, церемония не стала менее волнующей и интригующей. Ведь на университетский «Оскар» было выдвинуто порядка 30 номинандов, а вот хрустальных статуэток в два раза меньше. «Лучший из лучших людей нашего университета в этих номинациях – это можно участвовать один раз, побеждать один раз, но войти в историю Полоцкого государственного университета – вот в новейшей истории его. Ну а и в принципе на века. И отсюда это очень большая значимость, ну плюс материальные блага прилагаются к победе. Все стремятся, но и побеждают самые достойные». Запечатанные конверты с результатами – минуты волнительного ожидания. Победители в каждой номинации выбирали с помощью комиссии во главе с ректором и с учетом интернет-голосования. Честь и слава университета, преподаватель и специалист года – лучшие из лучших, выбранных в 10 номинациях. Руководитель года – Ирина Владимировна Вегера. Это восторг, это очень позитивные эмоции, это неожиданность, это огромный сюрприз. Честно, я не ожидала и, конечно, мне очень приятно, потому что я считаю, что я не так долго отработала, но, значит, работаю правильно, в нужном направлении, раз оценил коллектив. В этот вечер выбрано и самое значимое событие года для всего университета. Таким стала передача учебных корпусов в поселке Междуречье. А вот лучшим молодым ученым единогласно стала Екатерина Галешова, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики. На самом деле, очень волнительно, очень престижно для меня было, очень неожиданно и, безусловно, особенно почетно и престижно, то, что это произошло именно в год науки. То есть, это такое для меня знаковое событие. Единственная номинация осталась все-таки без интриги. Лучший студент страны, обладатель почетного звания Человек года Витебщины, а ныне и выпускник университета Дмитрий Куксов безоговорочно стал студентом мода и добавил в свою копилку, пожалуй, одну из самых ценных наград. Безусловно, огромная честь, очень приятно, на самом деле, даже больше, чем какие-то конкурсы, вот именно такая награда, церемония награждения, это уже немного другой момент, поскольку тут подтвердился тот факт, что все, что я делал в университете, мои преподаватели, друзья, все это правильный курс, поэтому очень приятно. В следующем году Крыница Веду отметит свой десятилетний юбилей, а значит, в летопись Полоцкого вуза будут вписаны новые имена, ведь университет – это в первую очередь люди, которые прославляют свое альмаматор. Ольга Баранова, Артем Табаков, Вектор ТВ. Один раз в два года в Новополоцке проходит конкурс профессионального мастерства молодых специалистов «Педагогический дебют», где самые талантливые и творческие учителя города борются за звание лучшего в своем деле. В этом году участие в конкурсе принимали 26 специалистов из 13 учебных заведений Новополоцка. Подробности у Карины Херсан. Городской конкурс «Профмастерства. Педагогический дебют-2017» проходил в три этапа. В первых двух заочно учителя прошли психолого-педагогическое тестирование и представили проект открытого урока. По результатам этих испытаний из 26 заявленных участников в третий, финальный этап, прошли только шесть конкурсантов. Это действительно творческие, талантливые, подающие надежду молодые специалисты. Надеемся, что это будет наше будущее, достойное будущее. В финальном этапе педагоги-конкурсанты рассказали о себе и своих увлечениях, продемонстрировали эрудицию, раскрыли свои секреты педагогического мастерства. В финале они показывают, проходят четыре мероприятия. Первое мероприятие – это визитка или самопрезентация. Второе мероприятие – это педагогическая шкатулка. Третье мероприятие – брейн-ринг, где им придется ответить на 10 вопросов. И последнее – это конкурс-сюрприз, который у нас представлен педагогической ситуацией. Победителем городского конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют-2017» стала преподаватель химии средней школы номер 14 Виктория Ленова. За этот результат учитель благодарила своих воспитанников, которые активно ее поддерживали. Карина Херсан, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Хранители древности отмечают свой профессиональный праздник. Безучастным в этот день не остался и Новополоцкий музей истории и культуры. Сегодня здесь для всех желающих приоткрылись тайны музейной жизни. Городской музей нон-стоп принимает посетителей. И, пожалуй, самое приятное – вход совершенно бесплатный. Жизнь экспонатов в Международный день музеев потревожили увлекательные экскурсии и квест-игры. А в центре внимания – интерактивная выставка. И, конечно, в ход науки мы решили показать первые пути науки белорусской, советской. Сделали небольшую выставку «Большая перемена», в которой вам показано, как наши дедушки и бабушки обучались в школе, какие были предметы, письма, какие были прописи, какая была школьная форма. Посетители в этот день смогли почувствовать себя настоящими музейными сыщиками и узнать, как обычные предметы становятся экспонатами. Такие мероприятия – это не только возможность показать потенциал современных музеев, но и привлечь в хранилище древних тайн подрастающее поколение. Да, мне очень нравится, и я посещаю музей ради того, чтобы узнать много нового о нашем городе, республике. Я обычно посещаю только Новополоцкие музеи. Я уже была здесь много раз на всяких экскурсиях, и нам рассказывали на военную тему. Сейчас в Новополоцком музее хранится около 20 тысяч экспонатов. В год культурный центр посещает свыше 14 тысяч человек. В планах музейных работников – новые выставки и мероприятия, а также тщательная подготовка к предстоящим масштабным событиям. Ведь юбилейный для Новополоцка год пройдет еще и под знаком культурной столицы. Ольга Баранова, Артем Табаков, Вектор ТВ. Остановим СПИД вместе. Акцию под таким названием посвятили Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа, который международная общественность отмечает в 3 воскресенье мая. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита. В Беларуси число инфицированных достигает 17 тысяч человек. За 30 лет в нашей стране от ВИЧ и СПИДа умерло более 5 тысяч человек. В 2017 году девизом Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа, стал призыв «Остановим СПИД вместе», предлагающий присоединиться к массовому движению по всему миру и положить конец эпидемии ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день мы призываем всех, во-первых, тестироваться на ВИЧ, и поэтому есть возможность проходить тест у нас в городе в Центре здоровья молодежи «Диалог». То есть это тест анонимный, бесплатный, то есть это хорошее дело для того, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. В рамках акции, приуроченной к Международному дню, волонтеры выложили красную ленту, символ движения против СПИДа, и зажгли свечи в память о людях, причиной смерти которых стал СПИД. Организаторами акции выступили Новополоцкая организация Белорусского общества Красного Креста, медицинские учреждения города, Центр гигиены и эпидемиологии. На сегодняшний день эта проблема остается актуальной, и, скажем так, акции очень полезно проводить для того, чтобы наиболее активизировать внимание населения к проблеме ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день, к сожалению, количество случаев ВИЧ-инфекции увеличивается, как в Беларуси, так и в городе Новополоцке. Возможно, это связано с тем, что люди уже думают о своем здоровье. В завершении акции волонтеры раздали прохожим горожанам листовки с информацией о важности обследования на ВИЧ-инфекцию и об опасности позднего выявления заболевания. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Подробности событий городской жизни с комментариями их участников узнавайте также в свежем номере газеты «Новополоцк». Сегодня, в эту пятницу, вашему вниманию следующие темы. На первой полосе городской газеты поздравления с Днем работников физической культуры и спорта и рассказа Екатерине Галай, студентки Полоцкого госуниверситета, чемпионки универсиады в беге на 400 метров с барьерами. Как будет организовано оздоровление детей в этом году, кто и в каком объеме может воспользоваться льготами на приобретение путевок, читайте в материале «В летний лагерь с поддержкой государства». Тематическая полоса образования и воспитания расскажет, как выбирали самую творческую семью в детском саду номер 10 и кто из воспитанниц комнат школьника получил звание «Мисс Гармония». Это все новости четверга. Если вы что-то пропустили, программы Вектор ТВ доступны для просмотра на официальном сайте Новополоцка. Также оперативно следить за событиями городской жизни можно в нашей группе ВКонтакте. Всего хорошего. По прогнозам синоптиков, пятницу 19 мая в Новополоцке ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, днем столбик термометра поднимется до 20 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова